Субтитры делал DimaTorzok Много народа, спасибо. А кто не ходил в свою родную поликлинику? Ага, вот видите. Как оратор Навальный оттачивает свое мастерство, все точнее чувствуя настроение аудитории и немедленно отвечая на ее реакцию. А как кандидат набирает очки, чем неимоверно бесит Собянина. Ведь у Сергея Семеновича что? Административный ресурс с кислыми сюжетами по ящику до встречи в залах с электоратом, согнанным по разнарядке. А тут открытый разговор на свежем воздухе. Вы читали мое расследование про дочек Собянина? Да. Ну, кто мне может подсказать, сколько очередников в Москве? Сколько людей стоит на очереди? Почти 400 тысяч человек. Ну как так получается, что в Москве на очереди стоит 400 тысяч человек, а Собянина свою несовершеннолетнюю дочку приватизирует квартиру в 308 квадратных метров? Кто-нибудь вообще видел такие квартиры в 308 квадратных метрах? Я не видел. Ну, может, кто-то видел? Лично я не видел. И, по крайней мере, мне точно не удалось ее приватизировать. И вам, я думаю, что не удалось. А Собянину почему-то удалось. Мы же все с вами с жилищным вопросом знакомы. Если человек получает служебную квартиру, сколько положено на члена семьи ему метров? 18. 18 метров. Мы все это знаем. Сколько же тогда у Собянина членов семьи есть, если у него квартиру дали в 308 метров и позволили приватизировать? Я буду мэром, про которого источники доходов, которого понятны. Читали про вторую дочку Собянина, которая купила себе квартиру за 116 миллионов рублей в Питере? 25-летняя девочка. И когда мы предъявляем претензии Собянину по этому поводу, его пресс-служба говорит мне, ну, а что ты пристал к Собянину? У нее взрослый ребенок, уже 25 лет. Разве нельзя в 25 лет купить себе квартиру за 116 миллионов? Ну, это же элементарно. Уже взрослый человек, уже с 18 лет, может, работает. Купил уже квартиру за 116 миллионов. Я хочу быть мэром, который все это изменит. Но москвичам мало критики. Ведь критиковать они и сами умеют, поскольку видят и чувствуют на себе происходящий в городе беспредел. Им хочется слышать больше конкретных предложений от кандидата Навального. Впрочем, предвыборная кампания еще только вошла в «Зенит». И в ней возможны любые сюрпризы. Я не вижу другой альтернативы, чтобы проголосовать против существующей власти. Вам не нравится власть? Мне не нравится существующая власть и тот порядок, который есть в Москве и вообще в России. А нам же говорят по федеральным каналам, что все хорошо и стабильно. Ну, вы же сами знаете ответ на этот вопрос. Как можно задавать такой вопрос? Вы скажите, кто из стоящих здесь ответит, что да, у нас все хорошо и стабильно? Стабильность – это болото в данном случае, из которого надо выбираться. И в этом должен помочь именно Алексей? Ну, а кто? Больше других-то нету. У меня два варианта. Мельников и Навальный. А почему имена они? Ну, других я вообще не рассматриваю. Собянин? Ну, тоже. Он может быть и порядочный человек, но политическая принадлежность его не мешает за него голосовать. Если Навального не снимут с выборов, то за Навального. А почему за него? А потому что уже невозможно жить. Нужны перемены. Все идет как бы ниже и ниже. Все разваливается. Людей вообще ни во что не ставят. Я просто два года пытаюсь разобраться с нашим счетчиком тепла ЖКХ. Я писала и в мэрию, и в управу, и в префектуру, и в прокуратуру, и в управляющую компанию. Счетчик не работает. А всем на это плевать. А люди платят в два раза больше, чем в соседнем доме. И только поэтому вы будете голосовать за Навального? Нет, это просто как пример того, что власть совершенно неэффективна, что ей на нас наплевать. Но ведь есть такое мнение, знаете, что мэр Москвы мало что решает. Самое главное – это федеральная власть. Неужели мэр Москвы что-то может изменить в итоге? Ну, море тоже начинается с ручейка. С каких-то маленьких мест, где люди будут меняться, могут пройти перемены по всей стране. Я первый раз слышу Навального, и не знала его даже. А вот сын говорит, голосуй за Навального. А почему он так говорит? Он объясняет вам? Нет, он говорит, вы отсталые люди на нас. Так, может, надо как-то подтягиваться, быть более современными? Не поздно. Надо где-то интересоваться. А вы, говорит, отсталые, вот все старухи, вы на лавочке, говорит, вы не привыкли к старому, говорит. Так, наверное, надо что-то менять? Нет, наверное. Вы уже определились со своим выбором? Нет. Нет, не определился. А вам нравится, как проходит предвыборная кампания? Нет, конечно. А почему? Даже выступление Навального, оно состоит на 90% из критики, которую, в общем-то, все знают. А конкретные механизмы преобразования Москвы и решения тех вопросов, которые оно выносит, я так и не услышал. А что именно вам хочется преобразовать в Москве? Да я даже не знаю, что именно преобразовать. Скорее всего, мне не нравится какой-то общий фон изменения законов, ПДД, которые, как сказать, такое впечатление, что просто презирают жителей, ну, неуважение к жителям оказывается. Запреты на парковки, причем какие-то совершенно варварские, извините, запреты на курение. Ну, а что нужно сделать, чтобы изменить отношение к жителям Москвы? Что бы вы предложили? Я, знаете, если бы я знал, что предложить, я бы сейчас стал рядом с ним, наверное. Это уже 50-я встреча Алексея Навального с избирателями за избирательную кампанию в Москве. Впереди сегодня еще две встречи с избирателями. А по телевизору опять скажут, что никто не пришел. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ